Вот, за 6 часов, давай, 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 дальше, 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 еще, еще, хорош, хорош, все, за 6 часов мы наколотили на сваи, сколько приехали, Ерема опять привез, сегодня утром был молебен, и колено преклоненных три молитвы, батюшка, совершал, в храме были, а после этого уже, после 10 часов собрались, у нас с полдевятого служба начиналась, канун молебен, это Володя залез там, поставили мы стояки березовые, чтобы больше вошло, и отойду, потому что опасно, Володя, дом тут, ставит бывший Калашниковский, дядя Петя, тетя Дойси. Поможете сюда возложать? Не надо туда, только туда бросайте, назад, а туда бросить, там под колеса уже не вытащить. Нет, он туда. Ну, ваше дело, делайте, кидайте, она будет земля трястись, колодец там пойдет, не ладно. Вот, колодец рядом, и такой удар, ясно дело, что земля содрогается. Вон он какие. Ох, а то положили, видать, сухую какую-то. Кидай, кидай! Девчонки. Первая, конечно, везде, вот красная эта. И Керия, и Ульяна. Вот, подбежала сейчас с Ульяном и Игнатием Тихоновичем, когда будем обедать. А время тоже, четыре часа. Надежда Васильевна, кормить когда. Мы в лесу, доказывает. Сбились ритмы. Баба, Баба Надя, виноваты. Виноваты, что нас деревьями не задавило. У нас только обед и ужин. Здесь никакого полдника нет. Там не продохнуть было. Какая работа была. Это же не игрушка. Я обойду вокруг сейчас. Это вот мы нашкурили в прошлый раз. Завтра, если Господь благословит, пойду клянчить народ, чтобы кто-то помог. Одному, двоим, троим не сделать. Тут должен быть человек семь хотя бы мужиков крепких. Тут у нас облепиха. Никогда ничего не бывает. Здесь вороны, сороки все съедают. Я в другую усадьбу зашел. Это Павел Лапкинжел. Потом Никита. Никита что-то не захотел. Вот тут много что мы были разобрали. Яма для стекла. Тут все как положено. Я зашел в эту сторону. Чтобы от солнца. Смотрите, какие облака. Вот как кто их... И не меняет очертания. Вот представьте, какие деревья какие. Березы и осины. А это у нас суть яблони. Если я не ошибаюсь, яблони. А дальше там калина. Нет, не калина, рябина. А дальше там такая какая-то ягода. Вот так. Вот тут бы пока любой погодился. Кто бы не был. Никого нету. Вот мы трое там были, таскали. Ребята меня берегут. Все время берут за толстый конец. А я их уговариваю. Не делайте это. Они стараются еще взять. Да не за самый конец, а отступить от конца. Ну, я надеюсь, что жареют. У меня позвоночник. Ладно, кидай, кидай. Нет, Анина, куда ты лягешь? Вернись назад. Я говорю, вернись назад. Некрасиво. Понимаешь, это никакой роли не играет. Понимаешь, теперь машину задержат. Вернись назад. Три раза сказал. Ну, что это? Непонятно, что минус. Как они не лягут, кидай. Тут никакой роли не играет. Вот, теперь еще поперек. Не залазь, еще слазь. Вот она легла как-то. Вот еще одна, еще раз слазь. Тут ничего не сделаешь. О, брат мой. Вот на меня она накатит. Вот этой стороны пока покажу, какие облака. Там, вон дальше, железная дорога. Поезда идут. Подправили железную дорогу. Она такая стала красивая. Все. Все. Я опасаюсь, что в них прыгает. Издалека как бы уже. Вот какие. Я Ирюма спросил. Машина-то выдержит? Колеса надутые. Рессоры выдержит? Ну, вы видите, тут несколько тонн. Это точно. Да брось ты, брось. С честными людьми у нас потеряются работы. Тяжело. Они просто уграбляются. Ну, бросил, да и все. Уйди, Ирюма. Утойди. А то бросят. Сейчас они подбрасывают верхний слой. Ну, а потом уже. Зайцы сгрызли яблони. Ну, что им есть нечего было? Все пропало. Ягоды хорошие были, большие. Ну, все сгрызли. Безбожники они, эти зайцы. Их жалеют. Облака, все, весь горизонт облаками затянут. Вот так. Да бросайте вы, бросайте их. Здесь светла была когда-то. Там он, черемуха огромная упала. Черемуха такая, как береза. Ну, тогда на высоту никто не залезет, так пропадает. А там, на той стороне, Павел посадил 12 берез. Может, больше было, осталось ровно 12. Все, вот на втором мостике сваи забивали. Ну, не знали, сколько будет. Когда кончилось, я пошел считать. 66. Цифра такая интересная. Ну, еще, наверное, поднимать можно. Нет? Стоятьи надо. Все. Бросай, бросай. Вот так. Куда бы она не впала, лишь бы на землю. Видишь, как вот какой привязь стоит прибитый. Там у меня руки-то достали. Там голуби у меня голубятные, голуби хорошие. Непрерывно воркуюсь. Может, я ошибаюсь, но думаю, что сваи 70 будет, а то и больше. Это Норильщиковский северный пруд готовим. Там подмывают. Если все удастся, и бульдозер будет, то можем воду задержать весной. И поднять даже больше. А эти стояки не выдержатся, а? Потом. Потом. Сейчас, войдя к нему. Их надо вытащить сначала. А то они сильно тормознут. Володя, стояки вытащить бы и все. А дальше поднять. Нет, нет, не пойдет. Вот, стояки над нами облака. Небольшие облака голубини. Теперь, Юрема, поднимай машину. Пойдет уже все. Немного надо убрать. С моей стороны. Харшиньо летает. Он голуб мой дочит. Голуб. Развернулся. Не прыгай только, смотри. Шустый такой. Вот он. Уйди оттуда, а то брось там. Ирёма, да не надо, она не мешает уже. Все. Ирёма означает Иеремия. Редкие имена очень. Среди знатных людей Иеремии, и пророков, не так и много было. Волк полетел. Поднимаешься. Поднимаешься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай вперед! Пошло! Пошел, пошел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот так! Хорош! Хорош, останови его! Там землю возили, чтобы не запачкать. Веток березовых наложили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не считай, что все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, забирай, что-то березу-то. Ну, вот теперь еремень много угрома ломаюсь. Все. 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 Спаси Христос, Ирма. Вот грязные ветки. А сами-то все... Вот сколько на год нам вывели. Там и за шесть часов. Неполны. С подвозкой вместе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вот скворечник. Это рядом. Скворечник это... Название. Он похож такой на скворечник этот домик. Вот это вот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скорее, тут завязывали, поливали, наверное. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все. Посутствие сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот так. Вот так. Не мог одной рукой. Надо закрыть ворота. Я рукой одной не смог. А то рыжее на окне. В Ленинграде однажды, когда увидели кошка на окне с котятами, когда кошек-то поели. Так было удивительно. Люди останавливались, смотрели, отвыкли. Везде крысы. Ну и что, стали привозить какие именно коты. Ну какой породы больше, чтобы их... И все, объявили войну. И все, одержали победу. Крысы полчищами, ничего не могли сделать. Окошки поправились. Давай, корми. Кого? Мужиков. Пол пятого времени. Ну да. Так еще до ужина много еще. До ужина в семь часов ужина. Ну не надо мне семь-то. Мы же когда один раз ели утром, при чем-то семь. А, точно. Ты не обедали же, еще забыл. Я виноват. Простите, но не просите. Так, вы... Светлый. 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 Нет, вот они сидят, главные работники наши. Я прошу прощения. Баба тут руководит им. Давай, Володя. Молосный накладывай еще. Все. А, Володя, не поедет. Что тебе, Володя, то ответил? Сказал, что я сильно болею. Болеет? А чего он болеет? Пока не дошел еще до станции, как дождик проливной был, он промок. И ноги сильно болят. И сам простыл. Ну, а как же удовольствие? Что-то он сделал, сбежал. Главное, это удовольствие. Я ему говорила, если бы ты доработал до конца, помощники нужны, руки рабочие нужны. Я говорю, тогда бы ты мог из гликерии на машине смотреть. Я ему сказал, переходить в мужское отделение, убабнуть. Остановился, ну, ночью девать себе некуда. И прилип. Я подсказал, ничего там не было. А он взял, что... Я говорю, тебя не убедишь. Ты же не приехал сюда. А мы же ночью-то с Африкой, чтобы люди спокоились. Я сказала, не стучать сейчас. Куда? Надо два отлить. Кусочком. А потом, говорю, переходишь туда. У нас так принято. Ладно, все. Отхожу.